Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Сегодня очередная группа военнослужащих заключила контракты с Министерством обороны. Каковы требования и социальные гарантии? Строительство и ремонт гидротехнических сооружений. На эти цели правительство России дополнительно направит более 255 миллионов рублей. Они являются первыми наставниками маленьких граждан, помогают детям познать окружающий мир. Сегодня день воспитателя. Он отдал всю свою жизнь любимой профессии. 80-летний юбилей празднует наш коллега, журналист Виктор Георгиевич Бушманов. Сегодня очередная группа военнослужащих заключила контракты с Министерством обороны. Как отметили в военкомате, в пункт отбора на военную службу по контракту обращаются люди разных возрастов и профессий. Но всех объединяет желание отдать свой гражданский долг и послужить своей родине. О престиже службы, требованиях к желающим заключить контракт, а также о социальных гарантиях, рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в городе Черкесске Замир Батчаев. Человек, который решил подписать контракт, должен обратиться в ближайший военный комиссариат по месту жительства в районе. Там наши инструктора, пункты отбора есть прикомандированные, которые сопровождают кандидата от начала до конца. Там он проходит медкомиссию, формируется личное дело, решаются все необходимые какие-то проблемы, которые уходят на стадии оформления, там какого-то паспорта не хватает, какого-то военного билета не выписан, полностью помогают во всем, оформляют личное дело и после этого отправляют к тому же в Черкесск. Здесь он подписывает контракт, весь необходимый пакет документов, и дальше от нас он уже убывает в войсковую часть. Выплата у нас на данный момент составляет в сумме единовременной 2 миллиона рублей. Также кандидат, который заключил контракт, вместе с выплатами, со всеми довольствиями, может заработать год 5 миллионов рублей. Правительство России дополнительно направит более 255 миллионов рублей на строительство и ремонт гидротехнических сооружений в Карачево-Черкесии. Финансирование будет предоставлено в рамках госпрограммы воспроизводства и использования природных ресурсов. С помощью дополнительных средств планируется досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических сооружений, что позволит повысить защиту граждан, их имущества и объектов инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии. Сегодня день работников дошкольного образования. С профессиональным праздником воспитателей поздравляет глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов. Именно работники дошкольного образования являются первыми наставниками наших маленьких граждан. Закладывают основу нравственности, культуры, помогают детям познать окружающий мир и преодолеть первые трудности, принимать еще совсем маленькие, но уже очень нужные решения. Прививают любовь к родному дому, земле и родине. Это настоящие профессионалы своего дела, трудолюбивые, творческие, для которых быть воспитателем не просто работа, это призвание, образ жизни и состояние души, говорится в поздравлении Рашида Темрезова. Роль воспитателя в детском саду в современном мире сложно переоценить. Ведь именно они после родителей становятся первым проводником детей в общество, знакомятся с окружающим миром и закладывают основы для развития личности ребенка. Героиня нашего следующего сюжета – воспитатель в детском саду. Амалька, села Чапаевская, Марина Хачирова. В прошлом году она была признана лучшим воспитателем, обучающим родному языку в республике. И именно ей было предоставлено почетное право представлять Карачаево-Черкесию в финале конкурса «Воспитатель года», проходившем в Казани. Мадина Каракетова. Далее. Случайным людям не место в детском саду считает воспитатель Марина Хачирова. Здесь должны работать и работают только те, кто действительно любит детей. И Марину в эту профессию привела именно любовь. Любовь к самым милым и чистым существам в мире. Вот кто-нибудь с ребенком проходит по улице, мне уже нужно подойти, нужно поговорить, нужно поцеловать, обнять ребенка. Вот так у меня прям с детства любовь к детям. Эрудированность, доброта, деликатность, неравнодушие – пожалуй, это самые подходящие слова, чтобы описать Марину Хачирову. За 14 лет работы в детском саду не было ни одного конфликтного случая ни с детьми, ни с коллегами, ни с родителями. Ее одинаково любят и уважают все. Первый свой рабочий день Марина помнит, как сейчас волновалась и даже немножко боялась, но сумела сразу же найти подход к малышам. Или они к ней. Дети были активны, отвечали на вопросы, они со мной познакомились, прям фамилия, имя, отчество свои. Первые вот эти дети мои мне очень запомнились, как они. Ребятки, а как вас зовут? Они мне прям до отчества все назвали. Вот так вот я и начала работать. Работа с детьми предполагает не только воспитание и обучение малышей, считает Марина Хачирова. Становясь первым проводником детей в общество, знакомясь с окружающим миром, воспитатель закладывает основы для развития личности ребенка. Дети тоже воспитывают и учат. Они весьма любопытны и любознательны, и могут задавать самые неожиданные вопросы, и на каждый ожидают получить ответ. Поэтому воспитатель должен быть эрудированным и постоянно повышать свой кругозор. А еще дети учат взрослых жесткому самоконтролю, себя, свою речь, поведение, ведь они очень тонко чувствуют любое настроение. Любые интонации взрослого человека делятся опытом Марина Хачирова. Психика ребенка очень хрупкая. Одно неосторожное или бестактно сказанное слово может лишить его веры в себя, сломать, погасить индивидуальность. И напротив, добрые слова, правильно подобранные интонации могут сотворить чудеса даже с самым закрытым ребенком. Бывают вот с детками как, когда еще не привыкли, не адаптировались дети к детскому саду, к каждому свой подход, с каждым свой разговор. Ну вот так мы учим детей полюбить детский сад. Многие, конечно, уже с первого прихода нравится, им любят детский сад, а некоторые трудновато адаптируются. Ну вот с ними мы индивидуально тоже работаем. Конечно, современность ставит перед воспитателями определенные условия, как наличие базового образования, постоянного повышения квалификации. Но и сам воспитатель всегда должен ставить перед собой свои важные цели, считает Марина Хачирова. Ребенок тянется к воспитателю только в том случае, если чувствует, что близок к нему. Поэтому Марина всегда в курсе, какие игрушки больше привлекают детей, какие сказки они любят, какие мультфильмы в тренде у малышей. И что им интересно. Ведь в играх проходит основная часть их досуга в детском саду, и здесь очень важно быть своей, уверена воспитатель. Марина Хачирова очень старается, чтобы проведенное в детском саду время было не только интересным, но и полезным для детей, чтобы каждый день приносил им новые знания и был полон новыми маленькими открытиями. Мы читаем им сказки, ну по режимным моментам у нас игры, у нас разговоры. А сейчас вот последний год у нас по федеральной образовательной программе дошкольного образования включили вечерние и утренние круги на карачаевском языке. Вот мы с ребятами по темам общаемся на карачаевском языке. После занятий у нас обязательно прогулка, свежим воздухом дышим. В это время у нас группы все проветриваются, чтобы был свежий воздух в группах тоже. Потом на улице мы с ними играем, в подвижные игры, наблюдения проводим. За погодой наблюдаем, за огородами нашими. У нас клумб много с цветами, как вы заметили. К слову сказать, именно Марина Хачирова в прошлом году стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» среди воспитателей дошкольных учреждений и представляла карачаево-черкесию в финале, который проходил в Казани. Мы Марину Ханапиевну не просто так выдвинули, ее кандидатуру мы выбирали, голосовали. Это с наших наблюдений, с ее занятий, с ее работы. Она человек, который очень любит и работает над этим, именно аппаратным языком. Она все время занимается самообразованием, саморазвивается она. И мы посчитали, что она достойно может представить нашу республику на федеральном уровне. И я считаю, что мы в ней не ошиблись. И в профессиональный праздник Вадима Мукаева адресует своим коллегам, воспитателям и всем работникам дошкольного образования следующие слова. «Искренне желаю всем здоровья, счастья, добра, поддержки, семейного благополучия. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее поколение. Пусть каждый день наполняется радостью и с неинтересными событиями и прекрасными моментами». Поздравили воспитателей и воспитанники детского сада «Амалька». Специально подготовили их хореографический номер «Танец по пури», посредством которого рассказали о культуре и единстве многонациональной Карачевой Черкесии. В «Амальке», кстати, этому аспекту воспитания также уделяют огромное внимание. С самого детства внедряя в детское сознание чувство единства, добрососедства, уважения к культуре и истории как своего, так и братских народов. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 15-18. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 20-25 градусов тепла и местами до плюс 16. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный, 5-10 метров в секунду, днём будут порывы до 15-18. Температура ночью 9-11, а днём 21-23 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Сегодня в пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия состоялась горячая линия с министром культуры Зурабом Агирбамовым. Вопросы касались строительства домов культуры, развития модульных библиотек, открытия нового отделения в кольче культуры и искусства Минислана Даурова. В целом развитие культуры, проведение различных мероприятий, грантовая поддержка проектов молодёжи и главным вопросом было строительство драматического театра. Для нас сам драмтеатр, он варен как символ, как символ развития культуры, символ проблем, с которыми сталкивалось государство в этой сфере, и символ возрождения, ренессанса. Именно сейчас это и происходит. Я могу с радостью сообщить, что начаты работы по демонтажу ныне существующего здания, который продлится до конца этого года. В настоящее время уже приступили к разбору внутренних конструкций, удалению старинного уже неактуального оборудования. И до конца года будет проведён полный демонтаж этого здания, чтобы к этому времени, когда закончится утверждение проекта, мы уже были готовы с начала года, с 2025 года, начинать строительство. Ориентировочно в течение трёх лет будет построено новое, абсолютно уникальное для нашего северокавказского региона здание. Это будет больше, чем драмтеатр. Это будет культурный центр, в котором все будут сочетать множество функций, задач, видов искусства, видов творческой деятельности. И я думаю, что это тот проект, который в целом, вот тот самый символ возрождения, символ развития культуры, будет очень хорошо демонстрировать. Ну, увидим это в ближайшее время. Он отдал всю свою жизнь профессии. В этом году исполняется 80 лет журналисту, бывшему работнику дома радио ГТРК «Карачаева-Черкесия» Виктору Георгиевичу Бушманову. С 1980 года Виктор Георгиевич живёт и работает у нас в республике, продолжая и сегодня оставаться настоящим профессионалом пера. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он пришёл в профессию по призванию. Виктор Бушманов родился в непростое военное время, в 1944 году в городе Златоусте Челябинской области. С 17 лет он вступил в ряды Союза журналистов СССР. Работать в «Карачаево-Черкесии» начал с 1980 года журналистом в газетах «Ленское знамя», «Звезда Кубани», «Новости Российской Федерации». А после возглавил отдел по работе с письмами от слушателей в «Карачаево-Черкесском комитете по телевидению и радиовещанию». Письма – это же тот источник, на котором питается журналист. По сути дела, это ручейки, что не человек прислал. Новые взгляды на жизнь, на профессию, на общество. Поэтому до того эта интересная работа не передать. Конечно, много в ней тяжелого. Конечно, люди каждые по-разному. Наша многонациональная республика-то. Виктор Георгиевич открытый и коммуникабельный. Долгое время он работал на радио ГТРК «Карачаево-Черкесия». В советский период активно было развито такое движение, как «Рапселькоровская». Сотрудники собирали информацию из различных населенных пунктов. И с ними активно работал Виктор Бушманов, который умел распознать необходимую и значимую информацию. Он знал всех активистов, кто сотрудничал с радио, писал им. Они отвечали, приглашал людей. Они выступали у микрофона на радио. И каждое выступление – это было явление для нашей республики, тогда области. И при нем, вот что характерно и что интересно, количество корреспонденций, писем, которые поступали в отдел, увеличилось, я не ошибусь, наверное, в несколько раз. Прошло много лет, но Виктор Георгиевич помнит свой кабинет в доме радио. Многое изменилось, но память сохранила именно всех моих коллег, с которыми я здесь долго работал, вспоминает журналист. В этом кабинете был кабинет Рапселькора. Вот здесь портрет и как писать Рапселькору. А здесь было все расписано художественно. И помощь Рапселькору давались всякие темы, были расписаны. И доска почета Рапселькора здесь была, цветная такая. Ежеквартально она менялась в зависимости от тех, кто отличился из Рапселькоров. Журналистика для меня – это вечное. И несмотря на то, что я не работаю в какой-либо редакции, но также продолжаю писать о людях, отмечает Виктор Бушманов. Журналистика – это такое бесконечное. На пенсию журналист никогда не уходит. Сейчас пытаюсь воспоминания писать. И до того захлынут этими информационно, потому что очень большая биография, целинная. Там и хочет встать, бах, начинает туда, и меня переключает сюда, потому что здесь тоже свои. Вот, и приходит это самое, пожалуйста, напиши то-то, то-то, то-то о них. В этом году Виктору Бушманову исполнилось 80 лет. Но и сегодня он также продолжает журналистскую деятельность, рассказывая о жизни людей нашей республики. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня Всемирный день туризма. Работников туристической сферы и всех любителей туризма с праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. У Карачаева-Черкесии огромный потенциал в туристической отрасли. Наша прекрасная республика, как неотъемлемая часть Великой России, известна на всю страну своим богатым природным наследием. Именно поэтому курорты Карачаева-Черкесии пользуются большой популярностью среди российских туристов, которые приезжают к нам насладиться уникальным чистейшим горным воздухом, живописными пейзажами, окунуться в неповторимую колоритную атмосферу региона. Мы делаем все для того, чтобы путешествие в Карачаево-Черкесию запомнилось одним из лучших. И ежедневно создаем комфортные, а главное – безопасные условия для активного экскурсионного и оздоровительного отдыха. Говорится в поздравлении Рашида Темрезова. Спортсмен из Карачаева-Черкесии стал чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Юношеские игры боевых искусств проходили в Анапе. Нашу республику представил военно-патриотический клуб «Воин». В турнирах участвовали двое спортсменов – Дмитрий Коломойцев и Эмир Курбанов. В ходе финальных поединков со спортсменов из Карабардино-Балкарии Дмитрий одержал победу и стал чемпионом в своем весе. Команда из нашей республики впервые участвовала в турнирах всероссийского масштаба. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе!» Хороших выходных! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!